Всем привет, меня зовут Оля. Я что-то вообще буду делать совсем другой доклад. Но надеюсь, вам понравится. Я работаю UX-экспертом, я это так называю, потому что я мастер на все руки, поэтому называю это вообще. Мобильным UX-экспертом в небольшой и никому неизвестной компании. Надеюсь, скоро всем станет известно о нашей компании. Я довольно давно уже работаю в сфере UX. И ко мне очень часто разные друзья, знакомые, которые работают в сфере, обращаются с одним очень частым вопросом. Помоги мне, пожалуйста, объяснить моему начальнику, что вот это окей, и это будет круто. И это стало настолько часто, и у меня это в практике тоже большая проблема, когда ты собираешься митингом 18 человек, и все смотрят на твой дизайн, проектировку. Как это вот этот дух держать силу в себе и говорить, нет, мой дизайн не овно, классный, ребята. Вы все тут не то видите. И так как я всегда рассказываю наболевшим, поэтому буду рассказывать наболевшим о том, что как важно дизайнеру и проектировщику в принципе уметь отставить свою точку зрения и доказывать свою правоту, не говорив, потому что я художник, я так вижу, а используют на самом деле какие-то инструменты для всего этого дела. Ну, я так, это картинка из интернета, наверное, обычное для всех дело. Это какой-то митинг, где все обсуждают какую-то дизайн-концепцию, дизайн-решение. В моем случае это митинги по стране, потому что я участвую во всех этапах проектов. То есть от начала обсуждения идеи до ее реализации. Это многочасовые запирания в переговорках. И все же с ним. Ну и когда ты показываешь людям свой дизайн, можно часто услышать что-то такое. Может быть, кто-то говорит это помягче. Тоже очень часто распространенное мнение. Все дизайнеры, вы же знаете, да, что наша профессия, она такая универсальная. Любой человек на планете дизайнер. И он, ну, помимо того, что он дизайнер, он еще и проектировщик. То есть он точно знает, какие цвета лучше на этой кнопке. И он точно знает, что вот этот вот прекрасный шрифт будет смотреться здесь лучше в 64-м размере, да, а не в каком-то 15-м. Ну и понятное дело, что когда люди обсуждают какие-то дизайн-решения, очень часто вступает такая вещь, как вкусовщины и личные предпочтения. Особенно, когда вы какие-то уже цветовые решения обсуждаете. Синий этот недостаточно синий, красный этот недостаточно вызывающий, этот оранжевый не сильно возбуждает. И там все, вот все эти прекрасные эпитеты, это то, что постоянно происходит вот за стенами этих огромных переговорок. И очень часто мы вынуждены, ну, я думаю, что все через это проходят, сидеть через эти митинги и слушать, что же не так с вашей работой, да. Хорошо, если бы кто-то сказал, класс. С первого раза видел, как пять, берем, сразу в продакшн, все, производим, завтра, все, в App Store. Никогда так не было, ни разу. Я сегодня, чтобы как-то соединить все свои мысли в одну цепочку, решила выбрать своей жертвой одно приложение. И хочу заранее спросить, вдруг кто тут есть, кто его делал, чтобы сразу извиниться. Кто-то тут работает на Альфа-банк. Слава Богу. В общем, есть такое классное приложение. Вот оно очень замечательным способом. Есть Альфа-банк приложение стандартное, но Альфа-банк решила, что этого недостаточно, и нужно сделать классное новое молодежное приложение и всех зафорсить на него переходить, поэтому в конце июня нравится вам, не нравится. Я, как клиент Альфа-банка, обязана буду перейти на это приложение, если можно так его назвать. И вот это приложение, собственно говоря, это скриншот из App Store. Не делала свои скриншоты, потому что там, ну, всякие, знаете, персональные данные и все дела. И если вы в своем каком-то титуле, звании, в своей должности, профессии используете X, то уж надо уже как бы и взялся за гуж, не говори, что не знаешь, зачем вот эта огромная кнопка история. Ну, как бы вопросов к этому приложению у меня миллиард, но как бы любой проектировщик и дизайнер всегда должен знать, зачем он делает какое-то то или иное решение. То есть вы всегда должны вкладывать смысл в любой свой элемент проектировки. То есть если вы придумываете здесь бургер-меню, вы должны ответить на вопрос, почему оно здесь, почему оно бургер-меню, и зачем оно удобно пользователю. И если вы добавляете какую-то странную кнопку плюс, а что она добавляет и почему она именно здесь, да? То есть вы должны знать ответы на эти вопросы. То есть изначально проектировать бездумно, потому что, не знаю, потому что у меня так звезды сегодня сложились, или потому что здесь композиция такая красивая получается. Это, опять же, неаргументированный ответ. Соответственно, если вы все делаете заранее с каким-то умом и расстановкой и толком, то и проще вам будет, опять же, аргументировать свое решение. Всегда свой дизайн, я лично в практике нашла, что любой дизайн решения легче подавать через Flow. О чем, что здесь я имею в виду, это не говорить, что эта кнопка здесь находится, потому что она удобная. А подавать это к тому, что, например, наш пользователь чаще всего заходит в приложение по таким, по таким, по таким, по таким причинам. И поэтому кнопка «История» здесь такая гигантская, потому что это кнопка, в которую чаще всего пользователь будет тыкать. Ну, мне кажется, что тот, кто делал это приложение, вообще не знает, что такое task-oriented design и вообще почему здесь, собственно, такого размера и расположения кнопки. Но если бы он на самом деле делал все с умом и с толком и с установкой, он бы сказал, что по статистике во всех приложениях нашего банка «История» — это то, что чаще всего используется пользователями. Поэтому я хотела прям под палец его засунуть, прям вот чтобы вот под большой, чтобы лег и сразу «История». Но так как большой палец большой, надо, чтобы немножко края кнопки выступали из-за пальца. Поэтому представляю себе 34-летнего Петю, который открывает приложение «Альфа-Банк» и хочет зайти в «Историю» и оплатить телефон своей жены. И вот он своим огромным пальцем прикладывает кнопки «История». Палец тут прикрывает, но торчит. И вот мы, значит, заходим в «Историю» и вот это и есть флоу, через который мы подаем свое дизайн-решение. А не говорим, что просто, потому что так, мне кажется, будет хорошо. Всегда нужно работать с целевой аудиторией. Если вы проектируете все без знания своей целевой аудитории, то не надо так делать. Потому что вы всегда должны знать, для кого вы проектируете. Это моя любимая картинка. Я доказала даже у себя паре коллег майки с надписью «Я не ЦА». Потому что всегда на всяких дизайн-митингах все происходит так. Но вот лично мне кажется, что я бы вот здесь вот на эту кнопку не нажала. И говорю, «Дима, ты не ЦА». И как бы все, все дискуссии заканчиваются. Если вы дискутируете с людьми, которые не являются целевой аудиторией вашего приложения, то все эти вопросы «А вот мне лично кажется» отпадают сразу же. Потому что, когда вы апеллируете какими-то уже серьезными данными и говорите о целевой аудитории, то и у ваших, не хочу говорить оппонентов, у ваших коллег, собственно, не останется вопросов. Вот для этого конкретного приложения просто простейшим гуглом сразу же первая же персона по теме банкингов в приложении. Есть какой-то вот такой Джеймс, и ему надо все делать быстро. Он хочет на iPad все делать, и он хочет в приложении получать нотификации и быстро совершать платежи. А есть вот такая тетя, которую зовут Эн, и она не очень хорошо разбирается в приложениях, и вообще ей тяжело в принципе даются мобильные приложения. И она вообще любит за десктопом в принципе заходить в банк и там какие-то решать долго свои вопросы. Так вот, представляете, если у вас, вот я представляю, моя мама, которой 62 года, она запускает это приложение, видит, значит, это вот это все, и такая сидит и думает, а как же мне совершить платеж? Вот я хочу положить деньги на телефон. Ну, представим, что это, кстати, кстати, эти кнопки появляются у продвинутых пользователей. У непродвинутых пользователей этих кнопок нет. Поэтому загадка, как заплатить за телефон, это не нажать кнопку плюс, как вы могли бы подумать. Нет, совсем не так. Так, если же вы ни разу не пользоваетесь, какая у вас история? Подождите. На самом деле все дальше, я раскрою всю эту тайну и интригу, как совершить платеж в этом приложении. Так вот, если взять общую, прикинуть, какая целевая аудитория этого приложения, то это на самом деле большой разброс. От 18 лет, возможно, даже и раньше, до где-то порога 60-70 лет. Ну, представьте, есть и такие пользователи. Например, человек, которому за 40, за 50, вам скажут, что это приложение не вызывает у него доверия. А приложение банковское должно вызывать ощущение доверия, надежности, того, что вы совершаете что-то, что под замочком, какое-то секьюрное. Это приложение этого не дает. Это приложение должно ускорять процесс. Задача мобильного приложения сделать все быстрее. Ну, представьте, если у вас плохое зрение. Вы в масштабах можете прикинуть, какой здесь шрифт. Здесь вообще человеку с плохим зрением в принципе время надеть очки, сесть и разобраться, что здесь происходит. И это ощущение не дает никакого... Это приложение не дает ощущение контроля, потому что здесь основная механика drag and drop. Для того, чтобы совершить здесь платеж, нужно взять в палец счет и перетащить его вот в ту сторону. И тогда у вас откроется интерфейс, где вы сможете выбрать, какой платеж вы хотите совершить. Это долго мне давалось. Я не очень поняла. В своих каких-то, опять же, обсуждениях я лично в опыте очень часто использую науку. Очень много исследований в мире проводятся каждый год на тему юзабилити, юзер-экспириенса, дизайна, тачскринов, всего, чего вы хотите. Их очень много, особенно за рубежом. Поэтому всегда используйте науку. Ищите какие-то подтверждения своих решений или опровержения. Я просто привела пример, где я искала, например, для этого конкретного кейса какие-то научные подтверждения, почему механика drag and drop очень плоха для пользователей старшей рубежа 37-40. Ну и, собственно, это выдержки из статей о том, что этот жест, на самом деле, очень как бы легко выучивается, но он не дает это ощущение контроля. Из-за того, что drag and drop это малоконтролируемая механика, то есть нет чувства ощущения, то есть ты же не держишь физический объект. Это виртуальный объект, который вот так вот, а он там вот так вот шляется по экрану. И нет ощущения того, что ты контролируешь этот процесс. А именно, опять же, в банковском приложении очень важен контроль над тем, что ты совершаешь. Опять же, апеллируйте к бизнес-целям. Я думаю, что все вы работали когда-нибудь с бизнес-целями, и вы знаете, что от вас хочет бизнес в конкретном дизайн решений. А он всегда от вас что-то хочет. Он не хочет просто красиво. И даже если вам говорят, сделай просто красиво, они на самом деле не хотят просто красиво. За этим лежат какие-то более сложные бизнес-цели, они хотят больше продать, хотят увеличить количество пользователей. Что-то они хотят. Может быть, они не сразу вам скажут. Но ваша задача доколупаться. Все же, что за бизнес-цель. В конкретном этом приложении я просто предположила, что, например, они хотели сделать современное приложение. Видимо, механика, drag and drop. Тут, кстати, меняются обои, если вы хотите. Отличиться от конкурентов, наверное, всех текущих на рынке. Сказать все. Альфа-банк. Самое передовое приложение в Белоруссии. Уменьшить очереди в отделениях тут. Ну ладно. Персонализировать опыт. Это вот как раз таки вот вот их реклама. Что вот они позиционируют, почему их приложение такое. Вот оно должно так выглядеть. Но до этого шага я не дошла. До этого шага мне уже далеко. Я не понимаю, как это все работает, потому что это все слишком, ну, понимается, всегда слишком нетривиально. Вот. И хотела обратиться к пункту. Они хотят персонализировать банковский опыт. А зачем? Мне неужели смена обоев дает мне ощущение того, что это персонализированный банковский опыт? Совсем нет. Персонализированный банковский опыт это может быть назначение, какого-то личного консультанта. Может быть, это какое-то персонализированное предложение по открытию какого-то дополнительного счета. Или какая-то, может быть, помощь в моих экономических расчетах. Но это совсем не бой. Как вы понимаете, да? По сокращению очередей я вот нашла фотографию. Обратите внимание, кто сидит в очередях. В Альфа-банке нет очередей. Гугл не знает такого запроса. Но в Беларусь-банке, например, обратите внимание, целевая аудитория приложения Беларусь-банк. Сокращение очередей. Вот все эти ребята срочно берут, скачивают на свои смартфоны приложение и жмут в кнопку «История» и срочно-срочно платят за квартплату и пенсию снимают через мобильное приложение. Поэтому всегда нужно апеллировать к бизнес-целям. Иногда бизнес-цели бывают просто неадекватными. То есть если к вам приходят ваши стейкхолдеры и говорят «Сделай мне так, чтобы у меня завтра просто миллион пользователей пришел». Вы говорите «Ну нельзя так, ну нельзя так, ну два может быть, ну там пятьсот, но не миллион». То есть тоже не надо бояться как-то… Вы понимаете, бизнес приходит с какими-то вот такими целями и вы должны эти цели все решить с помощью одной кнопки формы определенной, определенного цвета заката, вот, то это тоже не всегда работает. Старайтесь обращаться и апеллировать к каким-то общим понятиям. Я надеюсь, все знают, что такое ментальные модели. Кто знает, что такое ментальные модели? Оу, не так много, как я ожидала. У меня есть на этот счет видео, если вы хотите, я могу… Это короткое видео, буквально три минуты на тему того, как ломаются ментальные модели у людей. Давайте с вами посмотрим. Both of us have talked about for a long time is the importance of a conceptual model. And the fact that, you know, the designer has some model of what this thing is and the person using it is trying to figure out what the model is and the only thing to go on is the device itself. And you said you had trouble with this. And it looks to me like it's a pretty straightforward bowl, so what's the story? Ну, я увидел это в столе в Стакхоле, Свейдене. Они у них были большие стакки, которые у нас были вставлены в баку, и я решил поставить мой баку в баку в баку в баку. Я взял в баку в баку, и потом я добавлялся в милку. И я люблю мой милку, так... Все, что я люблю. Да, потому что это просто как я люблю. И потом я добавлялся на баку. А! Now, that does not require a warning notice. That requires a redesign. So the conceptual model of a bowl is that it's flat. Yes. And horizontal. And that's what people... And as long as you're holding it this way, it looks like it is, right? Yes, and particularly the way it was jumbled one bowl on top of the other. Now, what it was intended for was to make a nice presentation for having the chef fill this bowl and then a waiter bring it out to your table. So they'd press it into a different service. Понимаете, да, что такое разница в ментальной модели? Дизайнер сделал одну плошечку, а использовал человеку эту плошечку совсем по-другому. Так вот, когда вы что-то проектируете и создаете, всегда это обращение ко всем предыдущим пунктам и работа с целевой аудиторией, вы должны понимать, что люди живут по другим ментальным моделям, не по таким, по каким живем мы. Если вы создаете приложение, которое должно завоевать весь мир, у вас должны быть иконки, понятные всему миру, да? То есть какой-нибудь мбаса где-нибудь в Индии открывает ваше приложение. О, понятно, платёж. Всё, я плачу. А если, я сейчас объясню, если у вас там какая-то иконка свинья с копилкой, ну, то есть, например, не во всех культурах будет понятно, что в свинью и копилка это обязательно сберегательный счёт. Просто потому, что возьмём и отсечём какие-то, может быть, культуры, в которых этого просто нет. Ну, я для примера говорю, да. Когда, не только про конкретное приложение, обращение к общим каким-то ментальным моделям может помочь, опять же, в аргументации, потому что, когда вы обсуждаете какое-то ваше дизайн-решение, вы можете это эскалировать от себя и вашего коллеги, который не хочет это делать, потому что он считает, что здесь должна быть иконка-треугольничка, а вы говорите, нет, иконка-кружочка. Вы можете апеллировать всё к общим ментальным моделям и сводить к тому, что в общем, в среднем, человек представляет себе здесь какой-то треугольник. Поэтому давай сделаем треугольник, а не кружочек, да? Здесь конкретно мне очень нравится название. Я вам рассказывала, да, как совершить платёж? Нужно вот эту иконку перетащить вон в ту иконку, которая называется «Новый перевод». Но это не перевод. Вы понимаете? Ну, чтобы вы понимали, здесь платёж ЕРИП. Ну, за телефон, там, за коммуналки, там платежи. Там где-то спрятан перевод. Я его даже ещё не нашла. Но основное назначение здесь – это платёж. Дизайнеру стоило обратиться к общим понятиям, которые есть в разных других банках. и понять, что весь мир для того, чтобы обозначить вот это вот подпункт в меню, использовать слово «платежи», а не «новый перевод». И, в принципе, использовать какую-то общую ментальную модель, чтобы пользователям было понятно, куда тыкать и что делать, да, а не чтобы он думал, почему я должен тащить эту иконку сюда, если это называется «BYN», а это называется «новый перевод». Это больше относится, опять же, к аргументации, когда вы находитесь на миссинге, сидит 18 человек страшных людей, и никто не хочет вас слушать, а это бывает часто, потому что ты же выше один, защищаете своё одно маленькое решение – повторяйте. Много раз повторяйте. Повторяйте, повторяйте. На самом деле, это действительно такой действующий психологический метод, когда вы что-то озвучиваете много и много-много раз, оно на самом деле где-то закрепляется, как что-то уже привычное и хорошее. И можете использовать это, в принципе, даже прокатывало меня несколько раз, то такое, когда там в первые трассы, ну что-то мне здесь не очень, давай ещё поделаем. Походит неделя, я такой, ой, чёрт, надо же было это доделать. Ладно, покажу то же самое. О, ну вообще, это же совсем другое дело. Это же совсем другой дизайн. Поэтому, как бы, не бойтесь, если вы какие-то решения, которые вы внутри чувствуете, что на самом деле классные решения, ну, подсуньте ещё раз через неделю, потому что через неделю они могут быть уже просто замечательными инновационными дизайн-решениями. Никогда не презентуйте свой... Ну, я, конечно, у всех тут свои рабочие особенности, но так получается гораздо проще. Не рисуйте финал и не показывайте финал. Ну, или там около финал, драфт, 37 финал. Не показывайте никогда ничего сначала в цвете. Я сейчас объясню, почему. Почему, когда вы на какое-то дизайн обсуждение приносите простой голый вайфрейм, вы можете прямо на этой встрече зафиксировать вот эти вещи, которые логические, да? Что где зачем идёт, что здесь будет, какая кнопка, какого размера, в каком порядке что будет находиться. И потом, потом, когда вы завернёте это всё в цвет, вам начнут говорить как заново, просто как заново. Но вы можете передать, а помнишь, вот на том митинге мы говорили, что эта кнопка должна быть здесь по центру. Ну, ладно, тогда раз закрепили, что там кнопка должна быть по центру, пусть уже будет по центру. Вам будет проще, на самом деле, управлять этим процессом, потому что тогда вы сможете свести этот весь митинг конкретно обсуждению колористики и всего этого дела, да? То есть уже убрать эти вопросы про «Что-то мне не очень нравятся эти три точечки, тут вроде на макете было нормально, но что если не очень нравится?» Ну, на макете же было нормально, мы же утвердили, тогда давайте работать дальше. Часто нам дают комментарии по работе, все, кому не лень, и никогда не оставляйте эти комментарии без вопросов, потому что никогда не понятно, что человек имеет в виду. Это, кстати, ревью из App Store этого замечательного приложения. Я тоже, кстати, им написала. Вот такое ревью написала. Они мне ответили, спасибо, примем к сведению. Такая, спасибо. Такая, как обплевали. Так вот, например, что значит вот этот комментарий, мне абсолютно непонятно. Схемографичный материальный материал дизайн, что это? Управление драгом-дропом. Это хорошо, плохо. То есть это человек просто пишет какие-то утверждения, которые я не понимаю, это плохо или хорошо, но, видимо, потому что единица, и нам такой футбол не нужен, наверное, плохо. Но всегда просите комментарии. То есть если вам говорят, мне не нравится, спрашивайте, почему и что конкретно. Потому что критика бывает конструктивная, бывает критика, потому что я так решила, и потому что мне просто не нравится. То есть если вы работаете, особенно с заказчиком, всегда уточняется у заказчика, какова причина, что конкретно не нравится, цвет, форма, может быть, задачу не выполняет. Потому что вот это бесполезный фидбэк, это бесполезный комментарий, который ничего, в принципе, никакого и пользы никакому дизайнеру не дадут. Всегда не грех сослаться на конкурента. И очень часто, очень многие на эту аргументацию ведутся, потому что я нашла приложение, у кого Альфа-банк сукрал свой дизайн плохо. Украл плохо. Потому что, ну, посмотрите, ну, как вообще небо и земля верстка. Ну, просто небо. Ну, просто. Я понимаю, что это разный экран, на самом деле, это просто то, что я нашла. Но, ну, вот, небо и земля. Почему бы не украсть? Ну, вот уже крадишь так целиком. Поэтому, если у вас, например, какой-то человек, стейкхолдер ваш, говорит, что, ну, вот, давайте ему все-таки какой-то спейсинг между текстами умеешь. Он скажет, ну, смотрите, есть же приложение Синькофф-банк. Оно же такое успешное. У него столько пользователей. Посмотрите, какой у них идеальный спейсинг. Давайте украдем у них. Ну, поверьте, успешное другое приложение, приведенное как пример успешного кейса, никогда вам не повредит. Ну, иногда ваш дизайн может быть действительно не очень. Надо с этим смириться. Ну, то есть, опять же, воспринимать любую конструктивную критику конструктивно. Никто не идеален. Все делают какие-то, совершают какие-то ошибки. Нужно, опять же, с этим свыкнуться и просто взять себе на душу. Ну, ладно. Если уже 18 человек говорит, что ну, уже может быть, наверное, да? То есть, если 18 человек вам говорит, что это ну, уже. Я всем советую, я потом вам скину там целый линк книжек о том, как правильно вести вообще аргументацию, как правильно вести там переговоры и все такое. Но старайтесь не вступать в личности. Потому что на прошлом рабочем месте так мы аргументировали дизайн, что собиралась половина коридора, потому что так было громко и горячо. Вот. И много разных интересных слов. Просто запомните себе в голове, что когда вы обсуждаете какую-то деталь, не говорите опять же голословно. Есть прекрасная структура любого аргумента. Я вам просто приведу сейчас на примере прекрасного приложения, что если бы я аргументировала с дизайнером этого приложения, то я бы сказала, что сначала бы я собрала набор каких-то предположений, но мне кажется, что этот дизайн не отражает одну из наших основных бизнес-целей, это быть доступным любому пользователю. Дальше я пытаюсь донести свой метод рассуждения. Вот. Опять же, давайте представим мою 62-летнюю маму, которая открыла это приложение. Она плохо видит, она не может прочитать названия элементов, ей иконочки здесь не все понятны, просто потому, что она не выросла в этой диджитал-среде. Надев очки, она видит этот новый перевод, то есть я рассуждаю об этом. Все это ее собьет с толку и в принципе заставит ее отказаться от использования этого приложения. Поэтому вывод. вместо того, чтобы просто голословно сказать «овно», мы аргументированно в принципе и логично к этому медленно и подвели. Ну и чтобы правильно вести аргументацию, все-таки нужно иметь большую смелость. Особенно, когда ты сидишь на митинге с большими дядями, которые уже заработали свой третий триллиард, и ты пытаешься им сказать, что «мне, ну классно же, ребята», то вы на самом деле нужно их просто не бояться. То есть быть уверенным в своих решениях и проектируя все с умом, действительно иметь эту смелость, проталкивать и протискивать свои решения, просто потому что если вы в них сами не верите, то как в них поверят в принципе ваши пользователи. И вот это список ссылочек, которые если вы вдруг не пользуетесь, первое это по теме аргументации, в принципе там очень много литературы на эту тему. Это в принципе три ресурса, которые я регулярно использую для научных всяких поисков. И последнее это просто там тоже постоянно постится группа в фейсбуке, там постоянно постятся всякие штуки по последним научным исследованиям и всяким инновациям в дизайне и в проектировке. Все, я быстро. Спасибо. Давайте теперь вопросы для Оли, у кого есть. Виталик, давай. Как обычно Виталик, всегда есть вопросы. Виталик всегда первый, когда он есть. Привет всем. У меня такой вопрос. Вот ты говоришь, что там дядьки иногда приходят с такими глупыми идеями. Я так не говорила. Примерно. У них всегда есть какие-то свои идеи, они чем-то обоснованы. Это приходит бизнес. Как правило, это люди, которые возможно что-то уже секут в этом домене. И у них всегда есть какие-то бизнес нитс. А как ты балансируешь в своих работах между юзер нитс и бизнес нитс? Спасибо. Это очень на самом деле бизнес нитс превышает юзер нитс. Потому что в каких-то вещах пользователя нужно толкать, потому что конечная наша цель это не сделать идеальный интерфейс, чтобы всем было классно, а это заработать денег, как это было бы не прискорбно. И поэтому задача заработать денег все-таки всегда у всех стоит гораздо выше, чем сделать что-то удобное. Другой вопрос, что это нужно действительно научиться правильно балансировать. Но это все индивидуально вообще под каждый проект, под каждую задачу, это все индивидуально. Нельзя найти там решение, это 50-50. Еще вопросы? Ну давайте смелее. Ксения. Мог бы не уходить. Спонсор вопросов компания ЕПАМ. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос, мы говорили сейчас про аудит Альфа-банка, господи, прости. Такой вопрос, дизайнер что-то делает, приходит и делает финальную презентацию заказчику. Это может быть Вайры, либо Вижел, есть разные мнения, что лучше презентовать. Что делать, если твой заказчик полностью не согласен с твоим решением? Он говорит, это вообще не то, что я хотел. Нужно, как я и говорила, задавать вопрос. Комментарий это не то, что я хотел, это не комментарий. Нужно уточнять вопрос, но ведь мы же обсуждали. Понятное дело, что вы уж точно вообще не делаете я хочу красненькую кнопочку здесь, и чтобы она продавала мне 800 тысяч моих туфель, которые есть на моем сайте. Понятное дело, что вы же собираете какие-то требования, как и все собирают какие-то требования к приложению. Нужно уточнять, а что конкретно не нравится. Я думаю, что именно вот этими выводами, что конкретно не нравится, на самом деле очень многие люди сбиваются с толку, потому что у них есть первое ощущение, вот это эмоции, мне не нравится. Когда они начинают конкретизировать, они могут выкристаллизовать, что конкретно им не нравится, и найти то, что им нравится. Не бывает так, что дизайн вообще полный. Ну, бывает, конечно, но редко, да? То есть все тут профессионалы в области, ну, не бывает такого. Бывает то, что кого-то оттолкнуло первоначально, и нужно докопаться, что конкретно вот этим вот крючочком случилось, что вот зацепило его за больное, за плохое, за живое. А я думаю, что скорее всего все остальное в принципе нормально, да? Потому что цвет какой-то у него сработал на подсознании, вот, и ему не нравится это все. Давайте еще третий вопрос. Наверное, у кого рука? Давайте, у нас конкурс на вопросы есть. У меня есть дополнение к ответу Ольги насчет, что делать. Надо продакт-менеджера менять. Если вот так, то что? Надо продакт-менеджера менять. Ну, если так происходит, всех уволить и пинком под зад. Надо ли что-то с процессами делать? Я в дизайне задыкаю. Конечно, в дизайне вообще никогда нет проблем. В общем, что делать, что-то делать с процессами. Ответ такой. Все? Вопросов больше нет? Ну, тогда у нас очередные минут 10 перерыва. Спасибо. Там опять-таки чай и кофе. Кто хочет. Спасибо.